Итак, привет всем. Ну вот вчера была неплохая погода, решил все-таки, не терпелось мне выехать на улицу, немножко покататься, кайфануть. Вот, и вот я выехал с гаража, был, правда, без мотоэкипа, но решил немного здесь прокачивать, буквально тут 3-4 километра. В конечном итоге сделал таких три круга. Вот, здесь у нас такой топливый гараж, у нас очень даже неплохо, даже при минус 30, у нас в гараже в среднем где-то плюс 7, плюс 8, достаточно тепло. Правда, машина ржавеет очень быстро. Вот, по этим же гаражам я тут немного тренировался и накатал здесь где-то порядка уже 130 километров. И вот сегодня решил выехать, и вот я как раз-таки провожу с съемкой новой камерой Aiken H9R, по-моему, называется модель правильно. Вот, я там буду делать на нее небольшой обзорчик тоже, но пока можно посмотреть, как она работает. Здесь у нас достаточно темно, вот на улице, в целом камера очень довольна. Ну, это отдельно потом можно посмотреть будет, я буду записывать. Вот, но пока просто пробую, пристраиваюсь как-то так вот. Ну, есть нюансы, когда же немного тут что-то не получается. Вот, но в целом для первого раза очень даже ничего получилось. Сегодня опять погода отвратительная, конечно. Так не покатаешься, тут снег, ужас, короче, погода меняется, бог знает что. Но вчера удалось немножко покататься, вот. Ну, и, честно говоря, не без проблем. Как ни странно, с мотоциклом, не ярко выраженных. В целом, там мотоцикл показал себя очень неплохо, потому что я ни разу так не выезжал еще. Я, честно говоря, дальше четвертой скорости не переключался, да и здесь особо не гонял. Потому что пока опыта мало, он на обкатке находится. Ну, много факторов. То есть, исходя из того, что все-таки я уже 21 год рулем машины, и я соображаю то, что я делаю, и где можно надавить. Все-таки не 18 лет, голова на плечах есть. Адреналин лишний не нужен. Ну, вот сейчас съезжаю на первый этаж. У меня гараж на пятом этаже, поэтому пока прокатишься, так тут, в общем-то, долго. Вот, и вот, получается, впервые я выезжаю на большую землю. Вот, камера снимает, ну, на мой взгляд, очень даже неплохо. Так, для, скажем так, для того ценового бюджета, который предложили китайцы, очень даже неплохой. Вот, так что решил тут погонять. Ну, вот, выехал на такую, более-менее такую асфальтированную дорогу хорошую. Машин здесь немного, середина дня. У меня есть возможность в это время выехать, попробовать. Ну, конечно, это ничем не сравнимо, как ты катаешься по гаражам, и как ты вот клево стартуешь по дороге. Это такое удовольствие, конечно, совершенно несравнимое с тем, что ты в каком-то замкнутом пространстве, вокруг тебя ничего нету. Вот, ну, и вот, видите, проблема у меня резко. У меня почему-то уже, вот, я сделал всего четыре круга, и два из них на начальном этапе у меня загорелась красная лампочка. Красная лампочка давления масла. То есть, обратите внимание, видно здесь, с левой стороны, может, за чехлом не очень. Не знаю, почему она загорается. Не могу сказать, что часто, но вот первые два круга она загоралась, потом нет. То есть, когда ты глужишь, заново заводишь, она пропадает. Почему это происходит? Ну, я опять же написал все же в сервис российский. Все-таки хочу узнать, почему происходит такая ерунда. Потому что это уже было. То есть, внутри гаражей я катаюсь, у меня этих проблем не было. О, видите? Чувствуете, да, как вот начинаются вот эти бабки, переходящие дорогой, которых у каждого блогера, мотоблогера, у каждого можно встретить. То есть, вот эти неадекваты. Это, конечно, кошмар, блин. Идет еще, возмущается. Почему ей по сигнале, почему кто-то на недовольство высказал. Она же имеет через двойную сплошную перейти. Она же может, где она хочет. Вот, поэтому я буду обращаться к официальному дилеру, сервисный центр. Ну, буду спрашивать, в общем-то, почему такая ситуация, конечно. Я, честно говоря, побаиваюсь этого. Мне сказали, что надо после первой замены масла обратить внимание. Якобы это дело должно пройти. Не знаю, в общем, что сказать по этому поводу. Очень сложно что-то. Буду смотреть. Ну, если вы обратите внимание, то у меня на зеркалах стоят такие зеркала мертвой зоны, которые регулируются. Я буквально вчера их поставил. Ну, честно говоря, мне пока нравится. Надо привыкнуть, конечно, покататься. У меня стоят на машине, на одной и на второй зеркала мертвой зоны. Я без них вообще не представляю, как можно ездить. Скорее всего, кому не нравится, просто не привык. Надо привыкнуть к ним и четко иметь для себя разделение. То есть мертвой зоны зеркала и обычное зеркало. Вот, поэтому я, не знаю, мне нравится. Я встречал такое на некоторых мотоциклах в видео, но что прям так у каждого было, такого нет. Мне как-то зеркал маловато. Что-то хочется вот такое, чтобы дальше локтя своего видеть и чуть-чуть больше обзора. Вот. Ну, честно говоря, вот, когда едешь, такое ощущение, как будто ты едешь на машине. Потому что, ну, так я так вот по городу особо не катался. Но такое ощущение, как будто ты едешь на машине, вот, и ты контролируешь, читаешь дорожную карту, соображаешь, что ты делаешь, как ты делаешь, тормозишь там, где надо. Ну, в общем, не знаю, как бы классно было покататься, очень интересно. Хочется уже выехать, полноценно, нормально для души проехаться, кайфануть. Но уже должно солидно потеплеть. Хотя вот я ездил, была температура плюс 8, опять обезмутые кипы, чисто перчатки и тупо куртка была, в которую я приехал, плюс рабочая куртка. Ну, видите, телефоном удобно пользоваться. Вот. А почему я остановился? Потому что вот немножко прокатился, я видео немножко урезал, считать, я проехал минут 10-15. Остановил, чтобы мотор не перегревать, хотя там особо не перегрелся. Ну, в любом случае, какая разница? То есть, как бы хотелось сделать, чтобы все было по уму там и не давать уже коксу много. Все-таки пробег маленький, 140 километров, еще на обкатке пока. Поэтому я его не душил. Ну, и такие вот четыре круга, вот как я вот здесь видео показываю, я сделал и, собственно, заехал. Ну, конечно, кайф, когда ты слазишь с мотоцикла, такое удовольствие, такое как будто вот никакого адреналина абсолютно. Скорее всего, правильно, как кто-то говорил, больше эндорфина выделяется, чем этого адреналина, когда ты, наверное, любишь плешку выжать там и нестись как очумелый, как бы. Ну, это совсем не мой вариант. Я больше покупал мотоцикл для удовольствия, для состояния души. Вот. Поэтому я больше, как бы, кайфанул. То есть, я, когда слез с мотоцикла, пошел, сел в машину, реально было хорошее настроение. То есть, я кайфанул, я проехал, этот звук мотора. Вот. Кстати, по поводу звука мотора, так, много для меня неожиданно было. Ну, я же по гаражам катался, какой там звук. Ну, разогнался там до третьей передачи, там особо не поездишь. А тут, где пришлось надавить, ну, блин, он рычит так. И, не знаю, мне звук нравится, очень симпатично для 200 кубиков. Очень даже так по звуку, как по мне, не бледно, очень классно. Вот. Поэтому тоже очень понравилось. Единственное, вообще кайф от езды. Единственное, что меня беспокоила, вот эта лампочка давления масла. Я не знаю, что с ней делать. Я очень надеюсь, что, ну, вот видите, некоторые водители останавливаются. Ну, я просто, кто опыт, наверное, смотрит на это все, ничего особенного. Вот. Но как мне первый опыт, конечно, эти вещи замечаешь. Потому что, опять же, такая тенденция. Не хочу там обидеть женский пол, но вот я несколько раз проехал. Вот как женщина, она вообще выворачивает, не смотрит. Она выезжает с перекрестка, вообще пофиг. Вот. Если вот мужик за рулем сидит какой-нибудь толковый, то есть вообще, то есть он остановится, еще специально сделай так, чтобы тебе удобнее было проехать, пропустить тебя. Вот. Я, честно говоря, раньше сам так к мотоциклам относился с большой ненавистью. Я терпеть не мог мотоциклистов. Для меня это были все люди, которые, ну, не знаю, как сказать. Ну, то есть, ну, люди, которым на свою жизнь там наплевать и прочее. А когда сам в Никсе заболел этим делом, то есть, ну, я понял, что существует отдельный мир мото, который называется мото-мир там или как, не знаю. Ну, вот такой вот вид кайфа существует. И кто-то при 18 лет к этому приходит. Вот я пришел к этому кайфу, не знаю, там, к 40 годам. Вот. Поэтому все, скажем так, индивидуально. Ну, вот я делал 4 кружочка таких. Я их останавливался, когда туда заезжал, останавливался, потом возвращался, останавливался по минут 7-10, чтобы он немножечко остывал. Вот. Хотя, опять же, этого можно было и не делать, не такое большое расстояние. Ну, мне так было спокойнее, психологически приятно. И вот назад я вернулся. В общей сложности где-то так часик для души погонял. Вот. Я говорю, опять же, ну, очень доволен поездкой, все понравилось. И гонять классно, и на ручку надавить, и разгоняется. Меня вполне устраивает. То есть, что касается по мотоциклу, по посадке, по ходовой части, вот, по там, панели приборов, пульты эти светящиеся. Блин, ну, мне очень нравится. Я понимаю, что пульсар тот же стоит дешевле, но все равно... 180-й пульсар, да, стоит немножко дешевле. Но 200-ка, как по мне, так вот прям вот для меня сейчас вот идеально. Пока все-все очень-очень нравится. Вот. Единственное, чтобы не было никаких проблем, потому что я взбрал новый для того, чтобы ездить для души. Вот. Ну, а с лампочкой, не знаю, ну, будем разбираться, посмотрим. Ну, пока вот такая покатушка, вот такая вот камера, вот такое удовольствие, классная погода, такая весна, странная. Ну, в общем, вот такой небольшой обзорчик первого своего выезда. Все, спасибо, всем пока.